Сегодня у нас 11 июня 2015 года. Вот Вик Николаевич рассказывает сейчас, почему у них тут собрались они или собраны. Мы собрались славить Господа. Вот наш Лагерстан споет песню, которая так и называется Лагерстан. Ну вот некоторые ребята у нас первый сезон только, они будут разучивать слова, а кое-кто уже знает слова, правильно? Лагерстан. Лагерстан степи на новостной куче, благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарней и круче. Имение, строение, все шире и шире. Внешне он беден, убогник Азиз, обшарпан дождями, прогрызнет мышами. Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами, лагерстан степи, но на новостной куче, что может быть круче. Деньги, они обзывают курянниками, детишеком, детишек заморили постом. Завета 15 комиссия, я вас прякнули, все это аукнется громко потом. Над вышкою высокою высится грязь, на тонком воздушном плетении леса, при полной загрузке 70 мест. Паша, сильнейся. Охлопчики при поясах, лагерстан степи, но на новостной куче, что может быть круче. Тимош, ты тоже слова смотри. Мофей, тоже смотри. Подъем от пяти до шести, сон до колодца едва растресут. На щадящие гимнастики позевают караси за вчерашние провинности, допросы и суд. Расправа потаенная сеткой и крапивой. Кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет моленье. Евангелие, колокола с переливами. Бывают артисты, болеют весь день напролет. Лагерстан степи. А на новостной куче, что может быть круче. Молодец, вот садись, бог, это пропускаем. Нам есть что другим показать не хвалясь. Строгая дисциплина, порядок и после отбоя. Работают парни, как мужики, протрезвязь после семидесятилетнего утара. Запоя лагерстан наш, не спутники, видят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенных хлеб за иголку. Много так много труда, взбых дурных, а поганины. Да и то очень часто, ни пробу, ни в долгу. Лагерстан степи. На новостной куче, что может быть круче. Детям здесь нравится, верующим и подавно. Много растолкованной из Писания прочти. Десять ударов в колокол при отъезде. А сама характеристики. Даны набирают домой харчи. Лагерстан степи. На новостной куче, что может быть круче. Лагерстан степи. На новостной куче, что может быть круче. Вот такая вот песня. Ну, интересная. Про нашу жизнь. А какие-то непонятные вам слова, например, там смысл? Ну, есть, конечно, такие слова. Почему, например, караси, в кавычках, на щадящей гимнастике, ну, я вам говорил сегодня, в гимнастике проводят щадящие, что не надо много нагрузок, позевают караси, в кавычках, что это не было, карасицы? Потому что как караси нет. Караси ленивые. Ну, карась не скалывая, как он плавает быстро. Он толстый, как караси. Ну, кто у нас уже не первый год здесь, в нашем лагере? Ну, а что вы караси молчите? Почему караси-то? Нет, потому что мочатся под себя. Ой, иногда они плавают, плавают, мочатся. А вот и караси поэтому. Вот. Асанна – это спасение означает, это из Евангелия взято. Вот. Ну, еще что здесь? При полной загрузке стихо. А, нет, короче. Ну-ка. Вы будете уже баловаться, все, вам ничего не пропасть. Фрося, Фрося, ну-ка встань. Хватит там сидеть. Мы не узнаем, что-то. У тебя же немножко-то знаний. Встаньте. У меня чуть побольше. Это я могу дать. При полной загрузке 70 мест. Мы можем 70 человек принять. При полной загрузке. Все келли по 8 человек. Ну, конечно, как-то селедка в банках будет. Ну, не можем. У нас даже здесь, ну, кучи палатки ставили. Так много где-то было. Да. Было, наверное, 70 человек. Еще на втором этапе в лагере, на тихо-силе. На разъезде, на 70, как я понимал. На полюси ехали. С Ан-Лески, с Украины. Раньше на нас в Банах, Батярск, Матюрск, Грузии, с Москвы ехали. Вот. А еще, видите, а вы еще это вопрос-то не задаете. Все понятно. Все понятно. Так. Набирают домой хорчи. Хотел это, вопрос? Набирают домой хорчи как-то. Ну, хорчи, значит. Еда. Бывает, что-то там в гостинчике дает. А бывает, что далеко едут. Да, бывает далеко. А представь, вот там домашние, поездки. Трое, сколько? Нет, полторы, двое суток. Нет, здесь трое суток. Батюшка сутка ездит. Ну, здесь я только пою то, что поется. А у Игната Тихоновича стих сложноватый. И он однажды сказал, ну-ка спой, попробуй. Ну, очень сложно. Вот давайте я прочитаю то, что не поется. А, бывает артисты болеют в кавычках весь день напролет. Что это вдруг они артисты и болеют они в кавычках? Сидеть отработать. Да они, ну да, есть такие. Ой, у меня что-то там болит. Что-то там пятка зачесалась, ухо заболело, желудок что-то вдруг опустился или что-то еще. Он начинает. Садись вон туда, на скамеечку, сиди, купаться не будешь, обедать не будешь. И вдруг проходит час-два, ну бывает там полдня. И вдруг здоровый парень. Ни таблеток, ни конфеток ему не надо, ни крапивы, ничего. Здоровый все. А дядя Игнать, а можно? Я уже не болею. Ну все, уже скамейка лечебная. Хочу работать. Да, хочу работать, как у нас один был. Сережа. Фамилия такая нерусская, Зайнудинов. Тогда еще тетя Наташа была. И вот она блинчики до завтрака постряпала. Ну она, кроме этого, первого, второго, блинчики. А он что-то не хотел работать. Вот что-то они делали, траву рвали. Ну такой простой, маленький еще был. Может лет шесть, ему семь. Ну Игнать Тихонич, по писанию, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Ну становись рядом около стола. Он встал, а он что-то такой сутулился все время. А едят Игнать Тихонич. А какие блинчики-то тетя Наташа сготовила. А его такое лицо. Работать хочу. Все, захотел работать. Все едят блинчики, а он только облизывается, слюнки глотает. Нас так вкусно кормят. Вот когда молоса начнется, тут пальчики оближешь. Только пальчики не надо облизывать, конечно. Вот так говорят. А то еще и откучишься пальчиками. Вот, смотрите, что. Это и для взрослых тоже. Ведь не все это слышали. Знаю. Вопрос. Да, давай. Как это так? Мой инстантам навозной куча. О! Как это так? Видите? А из вас никто. А мы поем припев. А еще и екаем хорошо. А я знаю. Ну давай, объясняй. Ну раньше здесь был то ли скотный двор, то ли что-то в этом роде. И когда решили основать лагерь, здесь была такая большая навозная куча. Она земля никому не нужная была. Ну кому она нужная? На навоз до кучи все горит даже и не растет толком. Его надо навоз с землей смешивать, чтобы что-то было толком. А чистый навоз там... И вот здесь вот очень хорошая земля. Ну навоз-то он уже не чистый, конечно. Ну раньше он был здесь. Сейчас-то уже все перемешалось. Вот и получается лагерь станет... Илья, иди сюда тоже. Иди. Иди сюда. У нас все вместе все делают. Иди сюда. Предобедом отчет о работе разбора. Садись рядом. Какие-то разборки. Кто здесь кого разбирает? Игнать Тихонович людей. 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 Опять наказание, награды, очистить угрозу. Ну это уже тем, которые хулиганистые. Садись. Или на траву, или на... Дерутся, матеряться, может быть. Такие тоже бывало. Потому что родители уже... Игнать Тихонович не раз говорил. Последняя надежда, что здесь исправятся дети. Дети, которые уже наркотики попробовали, уже в дурную компанию ввязались. И мать уже со слезами на глазах просит, куда его такого девать. Я, говорит, на работу ухожу там, ну а этот муж-то у него... Отец-то не родной этого мальчику. Мы его, говорит, приковываем к батарее. Представь. Ну и какая же это жизнь? И что с ним делать? И вот такого они нам отправили. Ну тут, когда мы его драли, пришлось держать. И мне тоже Игнать Тихонович рассказывал. Опять наказание, награды, очистить угроза. Что за смех за столом? Во время работы убрать разговоры. Работать ты должен... Здорово работать. Не разговаривать. Когда разговаривает человек, он уже отвлекается от работы. Все, уже работа у него может совсем остановиться. Или же слабенько работать. Это не годится. Ты должен полностью выкладываться. Зеленкой заштопать. Повыковыривать все занозы. Зеленкой заштопать. Как это зеленка? Что такое зеленка? Это урана. Урана. У нас Любовь Николаевна, она любит вас штопать с зеленкой. Была раньше Наталья Николаевна, а сейчас Любовь Николаевна. Что любят, то любят купаться, в кино ротодейничать. Что это ротодейничать? Смотревать. Нет, в кино сильно много смотреть. Но здесь смысл другой. Зевать-то вы хоть гимны. Кино сильно много любят. Смотреть любят. Особенно, когда дождик, работы нет. Вот у нас как-то был лагерь, что дожди как начались, и мы с утра до вечера кино. Кино-кино. А им уже надоело кино. Они, ой, да нам давайте что-нибудь другое. Ну, дождливая погода была. Несколько дней. В течение, наверное, недели. И они о природе у нас хорошие фильмы посмотрели. И по Библии хорошие. Художественные, для детей хорошие. Вот сказка, он говорил, Морозка. Это еще старая сказка. У нас тоже это есть. Бить в колокол трижды с добавкой до отвала. Ну-ка давайте удары в колокол повторим. Ну, Аня хорошо знает. Один. Бору креста. Бору креста. Занятия. Занятия. Обед. Обед. Только обед, что ли? Завтрак, ужин. Все вместе, да? Вот и говорится, бить в колокол трижды с добавкой до отвала. Добавки можно попросить. Потому что вы бегаете, двигаете, купаете, работаете. Парни, как мужики, протрезвязь. Вот это тоже вопрос никто не задает. Изврослые. Что это только мужики протрезвязь? Что мы работать не хотим, это нам, как бы сказать, первый раз. Нет, после 70-летнего угара запоя. Какой у вас запой-то 70-летний? Когда вам еще 14 до одного, а другие меньше. Ну, вы просто, наверное, не работали 14. Тоже вопрос, почему не задаете? Так, четыре удара. Четыре удара. Чтение Евангелия. Что такое Евангелие? Евангелие это благая весть. А благая весть о ком? О Готре все. Погромче. О Иисусе Христе. Пять ударов. Тревога, пожар, воры, разбойники. Чеченцы, китайцы и так далее. Разбойники. Шесть ударов. Гости, кто приедет. Ну, гости это друзья, ясно, что это не видят. Разбойники. Семь ударов. Это отбой подбой? Отбой подбой. Восемь. Три, я поняла. Постер. Костер когда у нас? Девять. Самое любимое? Три. Нету. Вот придумайте что-нибудь хорошее, чтобы денег было. Десять ударов. Отъезд. Отъезд. Отъезд, да. И вот дальше. Все это извертят продажные пираньи газетчики. Почему так Игнать Тихонович написал? Какие-то пираньи-газетчики. Ну, почему пираньи-то? Ну, написал бы змей. Илюша, ну-ка слазь оттуда. Слазь. Раскачивается, что ли? Да, раскачивает. Слазь. Не хулигарина там раскачивается. Это вышка для наблюдения. Вот на качелю иди тут качайся. Вот здесь вот можешь. Пираньи, что такое? Это потому, что они как бы... Ну, рыба, понятно, что это корова. Птичные рыбы. Ну, птичные рыбы. И что они делают пираньи с другими? Они все подряд едят. Раздирают все. Если животное попадет... Где они водятся, во-первых? В этот... Понятно, что не воздухи летают. Вот мы купались сегодня, их там не было. По всему миру? Не знаешь географии, да? В Амазонке водятся. В Амазонке и там в притоках. В теплом таком тропическом экваториальном климате. Вот. И если попадет животное или человек, что они делают? Я отплываю, косточки могут остаться. Вот. Пираньи газетчики, которые тоже обгладывают, образно говоря, клевещут, поносят этого человека, который старается жить во Христе. На Игнате Тихоновича много таких пираньи было. И на лагерь Стан тоже нападки. Что у вас там дети, девочки, мальчики вместе такую чушь собирают, что... Ну, напридумывали. Куже татарина лезут и лезут, когда их не звали. Почему тут татарин опять? Видите, сколько смысла заложено. Даже взрослые это не ухватывают. Ну, я-то пою уже, может быть, тысячный раз, поэтому... Я уже. Татарин раньше нападал. Монголы татары нападали. Татары, они на Русь нападали. Вот он и сравнение здесь. Куже татарина лезут и лезут, когда их не звали. Вот так вот. А вот слова такие. При полной загрузке 70 мест. Так, это нет. Дальше. Работают парни, как мужики, протрезвясь. Илья, слась. Из десятилетнего угара-запоя. А что ты, Володь? Ведь я ему разрешил. Нет, он качается. Нет, там не качаться. Качаться нельзя. Встать и снова качнуться. Да, встать и снова. А если не получилось, сразу качаться. И снова залазь и пытайся. Снова залазь. Вот это у тебя получится. А он умеет, умеет. Не умеет, да? Умеет, умеет. А, умеет. А он и большая с этой стороны. А, ну тогда на ту залазь. Это ты, когда подрастешь, через годик, может и тут получится. И лучше два. Почему? Взрослый вопрос. Работают парни, как мужики, протрезвясь. После 70-летнего угара-запоя. Тяжело, потому что... Никита Андреевич. С натуга работает все. С натуга. А почему после 70-летнего угара-запоя? Значит, настолько сильно натуга, как будто 70 лет запоя было. Так, что-то не совсем понятно. Ну-ка, Валентина, сестра. Галина. Я не знаю, мне нет опыта. 70 лет. Какого угара-запоя было? Игнать Тихович такое подобрал. В сравнении. Атеизма. Накачали их атеизмом, коммунизмом этим. И прочим измом. Демонизмом, короче. И в итоге, какое поколение растет? Мы еще плоды. Некоторые ученые говорят, Россия восстанавливается после революции, после вот этого правления коммунизма. Лет 200 надо, а то, может и больше. Самых лучших цвет нации уничтожено было. Юнкер, он кепку снимает, чтобы его не поймали. Смотрят, у него здесь отпечаточек от кепки. Сразу в затылок и пулю в лоб. А вот мальчик такой, 14-летний вот такой. И так нацию уничтожали. Понимаете, какая дикость была. Сколько в гражданскую войну погибло? Неизвестно. От 8 до 12, я говорю, до 20 миллионов. Некоторые цифры. Кто их тогда считал? И вот протрезвели, а протрезвение наступает после того, как душа ваша примет Иисуса Христа. Вот здесь все это начинается. Святое Евангелие. Покажи. Не просто огни. Покажи, поднимите. Агни, покажи. Прям туда, подними. Не просто его умолк. Почитал что-то и положил, и забыл. Надо сердцем принимать. Услышал, поверил и исполнил. Исполнил. Вот эти три шага. У нас часто услышал и не поверил, не исполнил. Бывает, услышал и поверил, но не исполнил. Вот сатана ловит, под ножки ставит. И у вас часто тоже бывает. Я говорю сегодня, даже утром, повтори одному. Одному небольшому отроку. Молчит. Уже там какой-то бес засел у него. Маленький может, даже самый маленький может землю перевернуть. Вот тебе и маленький. Извините, можно вопрос? Ну давай. Что вы считаете хуже? Нацизм или коммунизм? Ну, если так говорить по результату, то хуже коммунизм. Коммунизм сравненно больше уничтожил, чем нацизм. Согласен? Я думала, мне как-то казалось, что это примерно одинаково. Примерно. Ну давай факты. Гитлер когда к власти пришел? Родился не надо. Родился не надо. Он же сразу, что родился и сразу к власти пришел. В 1933 году. Когда он самоубийством закончил? Ну есть версии, что он уехал. Может быть и так это было. Бежал тайно. В 1945-м Берлин взяли. 12 лет всего. А коммунизм сколько был. И до сих пор Куба, КНДР там, кстати, верующих гонят. Там нету свободы проповеди. Чтобы вот так поехали до Газели по соседним деревням, как мы, до Далиссабона, в КНДР нету этого. Они по тюрьмам сидят. Вот так-то. То есть коммунизм до сих пор еще эта закваска, эта идея еще сидит. Вот такие вот юноши, девушки маленькие. И до сих пор они вынашивают эту идею. И показывали видеосюжет, как в Южной Корее там разрешено всяким проповедовать христианам секты там и православных, я не знаю, там совсем мало, наверное. И они нельзя через границу-то переправляться. Они враждуют до сих пор КНДР, Северная Корея и Южная. И они на воздушных шарах, сколько Евангелий можно переправить, подвешивать к воздушным шарам, и туда, и они туда летят. И там люди возьмут, не возьмут, как на волю Божью все-то. И по тюрьмам сидят верующие, христиане именно. Ну каких там так называемых конфессий, сект точнее. Конфессия это слово выдуманное. Секты, я не знаю, там разных направлений. Вот так это все коммунизм еще и идеи сидят. И он долго еще будет сидеть в головах. Потому что Христа нету в сердце у человека. И там дьявол занимает, пустое место, святое место не бывает. И дьявол занимает другими идеями. Если вы во Христа не будете верить, вас позовут на Майдан. Вы в Москве там на Майдан пойдете. Все, вас отравят. Вам скажут, о, Евросоюз, присоединяйся. Если там будут цены меньше на машины, там такие условия. Кому вы нужны-то? Из вас просто будут делать тех людей, которые примут дядю Антихриста. Вот и все. И сейчас этот процесс идет. Подготовка к принятию Антихриста. Если ты поверишь во Христа, тебе эти идеи будут не нужны. У тебя одна, не то что идея, у тебя одна цель. Христос и Библия, Вечное Царство. Ты будешь патриотом Небесного Отечества. Вот куда стремиться будешь. А не какое-то там Отечество. Слава Украине кричат. Ну и разрушится Украина. Кричали, слава КПСС. Все это рухнуло. Как славу воздавать единому Богу, написано в Писании. Славы моей не дам никому, говорит Господь. Он ревнитель. Ревнитель Господь. Ему надо воздавать славу, потому что он хозяин вселенной. Он все видит. Это правда то, что Серафим Саровский говорят, что придет, когда Антихрист будет? Это правда? Что Антихрист будет? Когда Антихрист будет, Серафим Саровский придет. То есть Серафим Саровский, да скорее всего вымыслится человеческий, потому что это люди выдумывают. В Писании этого нет. Придут два пророка и будут обличать. По толкованию это Илья и Инох. Это достоверно. Это в откровении говорит в Писании. А что Серафим Саровский? Это уже выдумывают. Все воскреснут. И Серафим Саровский все. И мы с вами, если умрем до пришествия Христова, все воскреснут. Вот так. Но одни для вечной жизни, другие для вечных Богов. А то, что и будет воскресенье, вы каждую весну видите это чудо. Все, земля замерзшая, деревья замерзшие. И вдруг соки начинают двигаться. Кто потеряет здесь, живет здесь, видит, как березовку можно брать. Листики начинают, почки набухают. Все воскресает. Все было замерзше. Никакого движения жизни не было. Вот это нам напоминает Господь о воскресении. Что будет оно. Природа сама напоминает, творение Божие нам напоминает. Семечко ты сеешь какое-то, и что оно сохраняется там, оно разрушится. Картошка. Бросаешь в землю, что с ней происходит? Она как масса полугнилая становится. Но она пускает корни и дает растению жизнь. И новое растение. Вот это и есть тоже нам напоминает о воскрешении. Земледелие нам тоже напоминает. Но самое главное, это Слово Божие об этом говорит. Сомнений никаких не должно быть. Сомнений дьявол сеет. Чтобы у вас сомнений не было, нужно чаще заниматься Словом Божиим. Читать его, изучать, исследовать, запоминать. Какие вы стихи сегодня запомнили? Помните, нет? Ну, кто запомнил сегодня? Расскажи. Встань только и расскажи. Вань, кто ты запомнил? Из сегодняшнего занятия. До моего прихода. Я уже рассказывала. Ну, еще раз скажи. Иоанна 3,16. Ибо так возъебил Бог мир, что отдал Сину Своей Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб на имел звездочный. Аминь. Это Библия в миниатюре называется. Весь как бы смысл кратко здесь изложен. Для чего пришел Сын Божий, Сын Христов. Ну, вот еще по поводу этого стихотворения. Ну, много заложено здесь Лагерстан. Так у него стихов несколько тысяч. Я все время забываю. Четыре тысячи, да? Да. С лишним. И такой глубокий смысл. Напротив каждого стиха есть такие стихи. Выдержки Священного Писания. Вот. То есть где это, откуда взято. И этот смысл настолько глубокий, что не сразу это понимаешь, даже прочитав фразы три, там, четыре. И вот смотрите, какие слова. «Сглянь украдкой на девушек чистых. Белокрылые голубицы позавидуют. Так отутюжены. Сравните с распутством своим, товарищи коммунисты. Какой валиологией выволочкой травить их после ужина?» Коммунистов здесь помню. И какая-то валиология. Валиология. Что же они чему-то мучат? Что у них в лагерях? Валиология под видом здорового образа жизни, безопасный секс и прочее. То есть разврат. Что христианство вообще это противно совершенно. Это антихристианское. Это сатанинское. И они в школах это насаждают. Даже показывают... Кто же выставил это, сейчас не помню, в моем мире. У мусульман, в Марокко. А Марокко она уже как европейская. Она была колонией в Франции. И там таких строгих законов мусульманских нет. Но тоже мусульманки. И они преподают на уроки вот эту валиологию безопасного секса. Представляете? Я посмотрел. То есть тоже у них обмерщение. Но вот в таких странах, как Ирак, Иран, там этого не допустят. Там просто их убьют и все. То есть о разврате говорят. У нас христианство учит чистоте и целомудрие. Мы в лагере вам, Игнат Тихонич, тоже в те годы есть. В этом году говорил или нет, второй день только. Чтобы мальчики к девочкам не прикасались. Так же девочки вели себя скромно. Никаких хватаний, чтобы не было. За это очень строго наказание будет. Я вас предупреждаю, поэтому будьте внимательны. Наоборот, девочка должна себя вести скромно, застенчиво. Она украшаться должна внутренней красотой. Кротость, смирение, немногословие. Ты будущая мать, потом ты будешь воспитывать детей. А дети это будущее нации. Любой страны, будущее любой страны. А мальчик должен быть защитником ее, а не обижать ее. И уступать друг другу. Вот качаетесь даже. У нас был случай, друг другу уже не уступают. Подойдет один, сколько раз ему надо качнуться, чтобы потом следующему передать? Десять. Десять. Или десять. Десять. А тот качается, да мне еще охота, и все. А она стоит, ждет. Так, кстати, или десять? Эгоизм. Десять. Десять. По-моему, десять. Десять. Десять, да, было десять. Ну да. Вот так вот. У нас много очень песен божественных. Вот. Ксюша, не отвлекайся. Перерыв-то у них сколько, пятнадцать минут, да, обычно? Пускай отдыхает. И мы сядем с вами, запишем какую-нибудь песню, я выберу песнопение. Ну все. Писать все умеют? Да. Меешь писать? Я умею. Я люблю. Слава Христу. Аллилуйя. А я могу еще вот. Тихонько. Гармония, что ли, да? Да. Да, это знаменитая песня. Смотрите. Смотрите. Головой не ударься, смотри. Только изгибаешься. А я же всегда так делаю. Маша, послушаем. Мне что-нибудь интересно. Отойди от вас, послушайте. Козырек назад отнеси. Маша, послушайте. 間 equity интернет. Давай jinнитьсяにします онлайн. Меором в неё. Будьте... Будьте-будьте! Будьте выберите,lon Johan! Вера, а что ты там стоишь? Там только один должен быть Илья, ты свою кевку снова забудешь Рассекая волны, плывет небеса Третья строчка припела Иисус, хере, мой парус Бросил весла я 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 Иисус, хере, мой парус Иисус, хере, мой парус Бросил весла я Иисус, хере, мой парус Иисус, хере, ты первый класс закончил? Ну понятно Ну что так долго-то? Скорее, раз-раз исправил Цепетаю Надо быстро тоже Ну укротило делать Так, рассекая волны Рассекая От слова сечь Рассекать Рассекая волны Плывет в небеса Пойдем, даму ручку У меня ручка есть Рассекая волны Плывет в небеса Иисус, хере, мой парус Бросил весла я Ветер благодатный Вот дети записывают песню А завтра сегодня четверг А завтра у нас пятницу Бывает картошка Вот, они готовят песнопения Для разучивания записывают И потом разучивают Можно будет потом Петь песни